Здравствуйте, дорогие друзья, все любители цветущих растений. С вами Елена Буравцова на канале Жизнь Цветов. Месяц март в разгаре и мы продолжим с вами заниматься пересадкой фиалок. В предыдущем видео, напомню, мы уже разобрали, какими способами это можно делать и пересадили фиалочку с частичной заменой земляного кома. Ну а сегодня тема очень интересная, мы будем заниматься омоложением фиалочек, таких уже старых поживших экземпляров, и проведем это двумя способами. Первый способ радикальный, когда мы у фиалочки сносим голову. Вот видите, там она уже нарастила стволик. Многие боятся этого способа, что у них не приживется растение, не укоренится. Но я расскажу вам один секретик, и даже у неопытных цветоводов получится на 100%. Ну, а второй способ, который мы с вами разберем, более гуманный. Это практически пересадка с полной заменой грунта. Ну, есть еще момент, который мы с вами сделаем, что фиалочка будет практически полностью также омоложена, но не надо будет ей делать такую гильотину, сносить ей голову. Каким способом будете пересаживать вы, вы сами выберете, посмотрев это видео. Итак, после того, как мы выбрали фиалочки, которые требуют омоложения, мы должны подготовить необходимое количество грунта. Также нам понадобится подготовленный перлит. Каким образом это сделать, мы уже с вами подробно разбирали. Ссылочки на видео я оставлю в описании. Также нам понадобятся горшочки, куда мы будем пересаживать наши растения. Если это горшочек для фиалочек, то дренаж нам не понадобится. Вот такой вот для емкости, для слива воды. А если мы будем использовать традиционный горшочек, то надо подготовить для дренажа или пенопласт, или керамзит. Также нам пригодятся чистые ножницы и нож. Они должны быть обязательно чистыми. Можно даже продезинфицировать их спиртом. Итак, приступим. Когда мы выбрали с вами радикальный способ омоложения, мы можем даже не вытаскивать нашу фиалочку из горшочка. Мы просто с вами берем ножницы и вот так вот аккуратно отрезаем нашу фиалочку. Вот видите, что у нас получилось. Мы видим, что стволик нашей фиалочки уже такой старенький и вот такой вот деревяненький. Видите, горшочек мы отставим в сторону с розеточкой. Будем сейчас производить дальнейшие действия. Вы видите, вот что стволик у меня немного испачкан в земле, поэтому я приготовила емкость с водой и сейчас его немного ополосну. Вот так вот делаем это аккуратно, чтобы не намочить ни сердцевинку, ничего. Просто немного вот обмыли. После этого мы удалим у фиалки нижний ярус листьев. Вот так вот складываем листочки. Их можно будет укоренить. Смотрим на нашу фиалочку, чтобы розеточка получилась ровная и симметричная. Вот прекрасная получилась розеточка. Пока ее откладываем. Листочки мы также отложим в сторону. Как их укоренить, также смотрите видео на моем канале. Ну а мы с вами берем острый нож и вот такими вот движениями, вот так вот, как будто вот чистим морковку аккуратненько, вот счищаем, ну вот такой вот деревянный слой, вот до зелененького. Вот такой вот получается чистенький, зелененький стволик. После этого, как мы с вами очистили, мы обновляем здесь вот срезик, который мы производили ножничками, вот чтобы вот острым-острым ножичком, вот аккуратненько, острым ножичком продезинфицированным, обновляем срезик. Вот так. Откладываем нашу розеточку вот таким вот образом в сторону. Даем время подсохнуть. А сами, тем временем, заполняем горшочек. Мы можем заполнить наш горшочек подготовленным грунтом, предварительно положив на дно дренаж. Кто будет проводить укоренение в грунте, вот после того, как мы заполнили горшочек, вот так вот надо грунт немножечко примять. Также мы можем взять для укоренения стаканчик с водой, но вот главный секретик, лучше всего взять стаканчик с влажным перлитом. Я советую вам проводить укоренение в перлите, так как в процессе укоренения в земле содержится терия и в воде растение может подгнить, если будут не соблюдаться какие-то условия, будут охлаждения. А в перлите, так как он стерилен, укоренение произойдет на 100%. Мы просто берем с вами розеточку, делаем небольшое углубление и вот так вот ставим на укоренение. Вот видите, наше с вами растение оказывается в перлите. После этого мы ставим пакетик, вот так вот перлит наш влажный и вот так вот оставляем, завязываем пакетик и оставляем на три недели. Где-то две с половиной недели назад я уже проводила укоренение, омоложение фиалочки таким образом. И сейчас мы с вами посмотрим, какой получился результат. Мы сразу видим, что вот фиалочка, видите, листочки упругие. Так что, думаю, укоренение прошло успешно. Аккуратненько вытаскиваем наше растение, вот так вот немножко обмоем перлит водой, чтобы лучше рассмотреть корни. И смотрим. Видите? Сейчас немного налажу резкость. Видите, какие мощные корешочки вот появились в перлите. А все это происходит из таких поистине уникальных свойств перлита. Он удерживает влагу, поэтому влаги всегда достаточно. И он практически стерилен. И поэтому укоренение происходит на 100%. Вот видите, замечательно. Сейчас я снова его помещу, растение, в перлит. Вот так вот ложечкой поправлю. И снова поставлю в пакетик. А где-то еще через недельку мы с вами его вместе пересадим в землю. Итак, первый способ мы закончили. Убираем наши стаканчики. Ну а сейчас давайте разберем второй, не менее интересный способ омоложения фиалки. Пересадка с полной заменой грунта. Напомню, что здесь тоже я расскажу один секретик для удачной, успешной пересадки и приживаемости растения. Итак, вытаскиваем. И так вот мнем горшочек. И вытаскиваем наше растение из горшочка. Напоминаю, что пересадка с полной заменой требуется тогда омоложение фиалки, когда корешочки вот так вот опутали весь ком земли, когда земля уже старая, когда фиалочка в ней находится уже практически год, питательных веществ в ней нет. Мы освобождаем нашу фиалочку от земли, от пенопласта. Вот так вот как следует освобождаем, нежно освобождаем. Если в земле есть такие вот грубые, слежавшиеся за целый год кусочки, вот так вот аккуратненько это делаем, как следует. Земляные комочки, которые не отделяются, которые вы чувствуете на ощупь, что они такие жесткие и будут вредить нашему растению, то корневую систему надо помыть. Для этого я взяла, подготовила воду и вот сейчас вот так вот аккуратно промою корневую систему вот нашей фиалочки, которую мы с вами пересаживаем. Итак, мы целиком очистили вот корневую систему нашей фиалочки от земли. И теперь, что мы с вами будем делать? Удаляем опять-таки вот нижний ярус листьев. Вот так вот удаляем. Складываем их в стороночку. Пожалуй, вот этот еще. Смотрим вот на нашу розеточку. Вот эти я, пожалуй, оставлю. Вот у нас получается вот такая фиалочка, готовая к омоложению. Далее мы берем острый ножичек, чистый обязательно. И вот когда мы взяли ножичек, мы таким же образом, как и в первом случае омоложения, аккуратненько, вот очищаем, снимаем вот этот плотный слой для того, чтобы в этом месте отросли вот молоденькие корешочки. После чего откладываем наше растение в сторону буквально на несколько минут. Листочки также откладываем в сторону. Ну, а тем временем готовим горшочек. Вот частично заполняем его подготовленным грунтом. А затем берем подготовленный нами перлит. Берем наше растение. Корешочки у него влажные. И вот таким вот образом обваливаем корешочки в перлите. Корешочки будут обвалены, покрыты слоем перлита. И они будут меньше подвержены внеению. Кроме этого, перлит вокруг корней обеспечит дополнительную аэрацию. Затем мы возьмем горшочек с подготовленным грунтом. И аккуратненько, поместив туда нашу фиалочку, расправим корешочки. Так, смотрим, чтобы розеточка находилась на нужном нам уровне. Затем будем насыпать землю, стараясь не задевать стволик фиалочки. Сейчас я немного подсыплю и вам покажу. Вот, посмотрите. Я засыпала корни землей таким образом, что наш стволик остался чистеньким. Затем мы снова берем перлит и также аккуратно засыпаем совсем немножечко, но располагая вот перлит такой горочкой вокруг стволика. Вот просто присыпаем сам стволик по всему периметру вокруг фиалочки. Посмотрите, что у нас получилось. Проделав такую нехитрую манипуляцию и защитив наш стволик с помощью перлита, мы продолжаем насыпать грунт до нужного нам вот количества в горшочке. Когда мы закончили, аккуратненько вот так вот приминаем грунт немножечко и наша фиалочка посажена. Процесс омоложения закончен и теперь мы будем ждать, когда растение укоренится и даст новые листики, а затем и цветочки. Сейчас земля у нас влажная, поэтому сейчас я полью совсем немножко. вот просто сверху так вот, чтобы прибить землю и обеспечить небольшую влагу. И поставлю так же в пакетик, как и в предыдущую фиалочку. Перед тем, как убрать фиалочку в пакетик, в тепличку, не забудьте подписать название сорта и дату пересадки. Так же мы можем поместить наши фиалочки в прозрачный пластиковый контейнер и закрыть сверху пищевой пленкой. Вот таким вот образом. Только в данном случае не забудьте проделать в пленочке небольшие отверстия. вот так вот с помощью ножничек. Вот такие вот маленькие, чтобы наши фиалочки могли дышать. Итак, мы с вами закончили омоложение двух экземпляров более радикальным способом и более гуманным. Надеюсь, что видео будет вам полезным и вы используете такие методы при пересадке своих растений. А сейчас, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще с вами много интересного. До новых встреч, друзья!